добрый день уважаемые коллеги добрый день татьяна викторовна я уже готова рассказать про то как работать с детской агрессии давайте познакомимся и пожалуйста коллеги огонечками подскажите мне хорошо ли меня видно и слышно если хорошо то огонечек слева от чата и я вижу что меня уже хорошо слышно все прекрасно мы уже все с вами поздоровались и я вас искренне прошу оставить чат для вопросов которые у нас всегда бывают вот может быть они для кого-то будут важны чем просто поздороваться и добрый день наверно тоже можно сказать сказать нажав на огонечек все чат открыт я слежу за вопросами и мы начинаем говорить о том как работать с детской агрессии тема очень актуальная злободневная потому что в каждом классе в каждой группе нет нет и попадется ребенок который проявляет агрессию и всем от него живется не сладко и наверное если вы здесь то уже попробовали разные методы возможно вы ругали применяли еще какие-то дисциплинарные методы например лишали чего-нибудь ставили в угол садили на стульчик подумать жаловались родителям но это не помогло и может быть какую-то подсказку вы получите на наши сегодняшние встречи чему я буду очень рада буду говорить достаточно коротко и буду говорить о самых главных вещах первое хочу сказать о том что агрессия это врожденная эмоция человека вообще сама сама возможность агрессировать защищать себя и бороться за лучшее место под солнцем она заложена в нашей биологической природе поэтому первое когда мы работаем с агрессией мы ее у ребенка не истребляем почему потому что дети у которых нет агрессии сейчас мы психологи много можем сделать но если мы лишим ребенка этого инструмента для своей жизни то ему будет не очень хорошо поэтому мы делим агрессию на доброкачественную и злокачественную и честно детям и родителям об этом говорим что у нас есть агрессия для того чтобы защищать свои интересы защищать себя и может быть достигать цели и конкурировать за место под солнцем есть злокачественная такая как физическое насилие психологическое давление пассивная агрессия когда человек вроде бы ничего такого не делает но все равно нас изводит и аутоагрессия которая у детей встречается очень часто и которая для них тоже очень вредна то есть доброкачественная агрессия то которая выражается как желание получить что-то новое для себя социально приемлемыми способами это тоже очень важно что такое пассивная агрессия есть такие детки наверно у вас которые честно глядя в глаза вам у вас слушают смотрят на вас потом говорят угу и все равно делают по-своему то есть они не вступают в конфликт они сразу понимают что силы неравные бесполезно вообще вступать в конфликт но они и ничего не делают чтобы выполнить ваши требования вот это может быть пассивная агрессия но и часто взрослые люди наши партнеры по жизни тоже применяют пассивную агрессию чем очень сильно нас из себя выводят а потом у нас же и жалуются что мы злые так плюсики видимо как раз по этому поводу и аутоагрессия это в детском варианте обгрызенные ноготки выдранные клочки волос расцарапанные царапинки и это может быть более такая изощренная аутоагрессия когда мы видим перед собой ребенка катастрофу который сто раз за день может упасть поцарапаться он не вылезает из синяков ну и он как будто бы ищет возможность сделать себе больно если он не поцарапался то вот как бы не тяжело жить в ауто агрессии всегда есть компонент злости агрессии на кого-то еще поэтому мы с такими состояниями тоже работаем как с агрессией вот немножечко границы мы с вами обозначили теперь вообще о том что такое агрессия и о принципах работы с ней мы исходим из того что поведение ребенка и вообще любого человека это цикличный процесс он но как бы совершается по кругу и есть некая ситуация которая от ребенка ждет какого-то ответа ну например ребенок видит что его любимую игрушку забрал кто-то другой ребенок может подойти к этому другому и стукнуть его кулаком и дайте он может увидеть разную реакцию например воспитатель обидчика поставили в угол и он понял что такой стиль поведения он не приводит ни к чему хорошему игрушки то не оказалось в руках поэтому будущее поведение если вы так случилось то будущее поведение ребенок будет строить с учетом того что драться вообще-то бесполезно а если его ситуация допустим в родительской семье сложилось так что родители на детей мало репетируют и ребенок получит какие-нибудь плюшки какие-нибудь призы в результате это поведение у ребенка закрепляется как полезное и он к вам приходит уже с готовой модели агрессивного поведения вот то есть любая модель поведения которую видите сейчас у ребенка она направлена чтобы сделать его жизнь чем она существует чем существует на данный момент здесь и сейчас я вас попрошу еще раз сейчас обозначить огоньками видно ли слышно меня потому что мой компьютер подсказывает что плохое соединение видно и слышно хорошо да все и пожалуйста сигнализируйте если что-то будет не так вот то есть ребенок агрессивный ребенок так где-то подвисает это слуху звук плохой давайте посмотрим несколько минут если что-то я так ага татьяна викторовна сейчас порядок не отключать потому что сейчас нормально но все тогда хорошо если будет повторяться я просто отключу камеру а при эти которые стремятся обратить на себя внимание это давайте тогда камеру отключу хорошо никто же не против я камеру выключу звук тогда будет лучше видимо сигнал не очень хороший вот что это быть ребенок стремится обратить на себя внимание это такой вариант агрессии который не приносит никому особого вреда ну то есть он шумит он там нарушает какие-то правила ведет себя шумно но каким-то образом сильно детей не ранит вот это один такой вариант второй вариант когда ребенок стремится что-то получить важное для себя то есть давайте еще разочек вот в первом варианте здесь ребенку важно что важно внимание он привык что если он будет шумным и плохим то на него обратят внимание мама может с ним поговорить поэтому если вот это ваш вариант тогда что вам нужно сделать внимание на него обращать тогда когда он делает что-то хорошее и побольше обращать на него внимание следующий вариант когда ребенок стремится получить что-то важное для себя здесь мы видим совсем по-другому ребенок себя ведет он себя контролирует и это такой вариант агрессии когда он кого-то бьет и смотрит внимательно на вас глазами что вы предпримите в данный вариант он всегда контролирует себя очень хорошо и это агрессия утихает сразу же когда цель достигнута то есть здесь в этом случае у ребенка сложилась модель поведения когда он с помощью своих кулачков получает для себя какой-то какой-то ценную вещь ну и есть еще вариант это целенаправленная враждебная агрессия когда ребенку просто нравится приносить боль и обычно такая агрессия направлена либо на каких-то слабеньких детей либо на животных либо на бездушные предметы ну например побить стекло еще что-нибудь такое сделает но и здесь часто дети именно бьют то есть они не ругаются не кричат не используют и хорошие слова а именно бьют кулаком о чем это говорит это говорит о том что скорее всего с ребенком дома обращаются именно так и он не в состоянии вынести свою боль он желает переложить ее на другого человека вот это три основные группы причин по которым ребенок может проявлять вот такую вот агрессию ну и теперь о основополагающих принципах работы с детской агрессии то есть когда мы весь видим маленького агрессора что мы должны сделать и как мы должны себя вести вот первое вам может быть покажется странным потому что первое это уважение к ребенку то есть мы ребенка не отвергаю здесь вот в этом случае очень важно быть именно на стороне ребенка и мы не обвиняем ребенка мы говорим примерно так ты хороший я тебя уважаю все прекрасно но твое поведение мне не нравится давай вместе я плюс ты будем разбираться с твоим плохим поведением и делать так чтобы ты был всеми любим и уважаем чтобы тебя никто не боялся на тебя не жаловались вот это как раз позиция принятия я тебя понимаю и из этой же позиции мы ребенку говорим о том что испытывать гнев это нормально что вообще-то все люди злятся но люди обучаются вести себя так как принято в обществе даже если они очень очень злые таким образом мы не запрещаем агрессию а даем модель конструктивного поведения которую и будем затем закреплять в разных упражнениях что мы делаем когда столкнулись с агрессией первое тоже возможно для вас будет новым это оценить свою реакцию об этом сейчас поговорим второе мы обучаем ребенка управлению гневом третье мы также обучаем ребенка снятию напряжения и вот только после этого начинаем наработку конструктивных моделей поведения именно в таком порядке потому что если вы сильно гневающемуся ребенку скажете давай ты больше не дерись давай будем решать все вопросы мирно то скорее всего это не подействует но по разным причинам но скорее всего потому что он не умеет управлять своим гневом поэтому порядок такой начинаем со своей реакции потому что реакция на гнев ребенка у нас может быть разная когда мы встречаемся с гневом то мы ну ну как бы если мы к этому не готовы вот все было тихо мирно и вдруг он закричал и понесся с кулаками кулаками размахивать бить других детей мы в это время находимся не под контролем своего сознания а под контролем своего бессознательного это длится какую-то минуту может быть даже полминуты но в эту минуту мы показываем свои базовые реакции на страх и гнев вот здесь наверное у всех по-разному и вот сейчас в чат можете пописать кто что испытывает когда видит агрессию ребенка у кого-то возникает реакция тоже напасть то есть закричать наказать отпихнуть взять за руки и вот что-то такое у кого-то есть реакция бегства то есть человеку хочется убежать и не видеть и вот тот у кого базовая реакция на страх это бегство имеет такую особенность не замечать когда у ребенка начинается гнев то есть как бы игнорировать ситуацию и потом уже когда ситуация во всей красе перед нами подстает мы уже начинаем что-то делать сказать стоп игра да можно вот тот кто защищается тот начинает сразу же как бы себя защищать и говорит нет 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 так нельзя не надо делать но и в замирании мы какое-то время находимся в стопоре да и не можем ничего сделать добывает так что это не просто агрессия в тебя стулом швыряют очень хочется именно защититься вот кому-то защититься кому-то кто-то не сдерживает и нападает сразу же вот вот эти вот базовые реакции они длятся очень недолго и если знать свою базовую реакцию ее можно очень быстро преодолеть что может усилить агрессию ребенка первое это эффект раскрутки агрессии агрессия это очень часто вообще крик помощи потому что мы каких-то тихих аргументов ребенка не услышали и другие не услышали поэтому если мы выбираем позицию замирать и не замечаем агрессию вот он ходит стучит стучит там по стулу еще что нибудь пытается игрушки опрокинуть а мы стараемся не замечать тогда это может спровоцировать еще большую агрессию и ребенок уже перейдет к активным действиям точно так же плохо оправдываться и ну вот сейчас скажу метафорой метафора из мира животных подставлять брюшка подставлять брюшка это а это димочка не надо пожалуйста биться головкой об стенку мне же страшно не неприятно на это смотреть давай ты пожалуйста прекрати ничего подобного вот как только ребенок слышит вот эти вот интонации он воспринимает это как слабость и понеслось и несется обычно по нарастающим что же делать когда вы столкнулись с актом агрессии первое это остаться спокойным я понимаю что легко сказать трудно сделать но здесь тоже есть такие небольшие упражнения первое что если вы попадаете в стрессовую ситуацию но вообще всегда действует это найти мысли на свои ступни вот то есть по ощущать свои ступни то место которым прикрепляемся к земле и почувствовать что вы на этой земле стоите ну и сразу же становится легче собирать себя то есть как только вы себя собрали стали спокойным вы владеете этой ситуацией после этого наша задача для ребенка контейнировать агрессию что такое контейнирование эмоций я каждый раз об этом говорю простите если для кого-то будет повторением это значит для ребенка назвать эмоцию объяснить почему она возникла и что с ней делать и показать границы возможного поведения ну то есть как вариант ну допустим если стычка произошла из-за игрушки тогда мы говорим я вижу что ты злишься ты злишься потому что тебе не досталось игрушки а тебе очень хотелось с ней поиграть но если ты будешь бить других детей ты все равно эту игрушку не получишь а еще и будешь наказан давай мы с тобой попробуем сейчас сделать что-нибудь во первых с твоей злостью а во вторых разобраться с получением игрушки ну и после этого дать ребенку возможность подуспокоиться и показать границы возможного поведения то есть бить нельзя отбирать нельзя попросить можно установить очередь владения игрушкой можно поиграть вместе тоже можно пожаловаться тоже можно можно сказать ребенку если другой ребенок обидел ты меня обидел мне не нравится вот это давай-ка это прекратим то есть это разные варианты нормального принятого в обществе поведение в ответ на какую-то обиду как мы отвечаем на агрессию вот елена журавлёва со мной согласно вот как раз тем что я буду говорить спасибо вам видела разную реакцию каждый ребенок индивидуален но я часто применяю способ говорить шепотом если крик а на другие ситуации я не часто попадала но один раз было мне помогло только одно встать напротив ребенка поймать его взгляд а дальше говорим и действуем по ходу действия огромное спасибо это очень ценное наблюдение и очень хорошо сказано смотрите а когда мы заходим в контакт с агрессивным ребенком то мы во первых делаем паузу мы не бросаемся сразу же по вне или с попыткой переделать мы берем небольшую паузу мы начинаем говорить спокойно глядя в глаза короткими предложениями и мы начинаем снижать энергию снижать энергию это значит говорить медленнее тише спокойнее с остановками и постепенно переводить ребенка в спокойное русло я вам сейчас прям показала как это можно сделать то есть это мы можем сделать и мы берем на себя управление вот этой ситуации после этого мы мы учим детей вот прямо в ситуациях гнева берем их как учебные и учим детей управлять своим гневом что это значит уметь уметь услышать свой гнев понимать из-за чего он возник и устранить причины возникновения социально приемлемым способом существует два подхода устранение агрессии и преобразование агрессии устранение агрессии это когда мы в разных упражнениях говорим ну например нарисуй свой гнев порви его я вообще очень сильно против того чтобы ребенок рвал свои работы даже если там страх гнев еще чего-нибудь такое то то есть мы все таки стараемся агрессию перелить переплавить во что-то другое социально приемлемое и для ребенка полезное то есть преобразование агрессии идет по такому плану узнавание агрессии обучение самоконтроля тренировка навыков конструктивного диалога так чуть-чуть посмотрю крепко за руку взять значит вызвать еще большую агрессию да да то есть здесь поймать глазной контакт но к ребенку лучше не прикасаться либо по ситуации можно пообнимать но не все это выдержит несколько ребят агрессивны и не воспринимают спокойную подачу тихий тон голоса смотрите он должен быть спокойной но там должна быть железная такая власть дышать дышать вместе идеально если ребенок обучен дыхательным упражнениям я тоже своих обучаю прямо вот так гневливых детей они они этим пользуются вот узнавание эмоции обучение самоконтроля тренировка навыков конструктивного диалога по поводу узнавания эмоций смотрите гнев это такая эмоция она как бы приходит волнообразно то есть где то там в глубине души гнев зародился как некая такая некое неудобство да некомфортность и если ребенок не привык обращать внимание на нюансы своих эмоций а ну а кто из нас привык мы взрослые очень редко свои эмоции отслеживаем то это некомфортность перерастает уже в неуправляемый гнев то есть первая задача которую я ставлю перед ребенком перед собой например это научиться распознавать гнев когда он еще маленький-маленький и безобидный и здесь конечно помогают разные игры на распознавание эмоций то есть здесь большая такая длинная на несколько месяцев работа на то уж направлены на то чтобы дети распознавали эмоции например назови эмоцию когда дети по очереди называют слова связанные со сферой эмоций отгадай что я почувствовал когда ведущий сам пересказывает какую-то ситуацию ну например я шел по улице ел мороженое мороженое выпало собака его съела ну что я могу почувствовать в этой ситуации вот страна чувств когда дети рисуют портреты эмоции и потом уже более сложное упражнение это рассказ по фотографиям по фотографиям сложнее распознавать эмоции чем по картинкам но тем не менее тоже это можно сделать следующий этап обучение отреагированию гнева то есть наша первоначальная задача если ребенок гневается и дерется то перевести его гнев научить переводить гнев на неодушевленный предмет попыталась включить камеру но не получается что может делать ребенок чтобы справиться с гневом комкать и рвать бумагу ну это вот просто классика жанра выдать большой лист оборотке какой-нибудь не нужно или много-много листов и предложить делать с ней все что угодно и здесь очень важно вот это выдержать потому что когда просто сидишь смотришь на ребенка который там в истерике рвет эту бумагу и пытаешься не закричать удержать свои эмоции доброжелательно все это принять но это хороший урок и для педагога тоже вот можно сделать подушку для битья боксерскую грушу что-нибудь еще такое стаканчик для криков тоже можно прокричаться или чего-нибудь попинать ногами можно и руками и ногами ну короче говоря вот эту вот энергию агрессия всегда дает огромную энергию ее нужно куда-нибудь слить даем возможность сливать вот еще одна такая интересная работа это танец гнева когда ребенок встает это танцедвигательная терапия встает начинает думать про какую-то ситуацию где он гневался и может совершать любые движения таким образом чтобы выразить свои негативные чувства через движение вот здесь они уже такие танцы устраивают особенно если музыку включить то получаются просто африканские танцы да смотрите за чатом коллеги потому что там идет огромное количество полезной информации списком поиграть пишет нам Наталья Илья напишет написать на бумаге все нехорошие слова порвать или выкинуть очень хорошо работает вот и еще интересное упражнение осознавание гнева через сенсорные каналы это авторская методика Смирнова я ей с удовольствием пользуюсь важно что ее используем когда уже дети прекратили ссориться то есть они уже подуспокоились тогда спрашиваем что такое ссора как возникает ссора чем вам нравится ссора они говорят нет не нравится тогда естественно спрашиваем почему тогда ссоритесь если не нравится ну и тут у нас выдаются обычно гениальные ответы у детей например можно высказать все что хочешь и вообще это шумно весело и задорно ну какие то вот еще вещи тогда мы говорим о том что в принципе это можно сделать и помимо ссоры каким то образом дальше спрашиваем какого ссора цвета какой вкус запах то есть некий такой телесный образ сенсорный образ ссоры злости и ярости создается если ссору потрогать какая она для чего это делается для того чтобы ребенок опять-таки очень хорошо почувствовал в себе вот эту вот агрессию и как бы телесное выражение и потом уже как только агрессия начинается мог применить какие-то другие действия обучаем дальше самоконтролю здесь очень хорошо помогает упражнение сигналы гнева ребенка прямо укладываем лучше лежа это делать чтобы расслаблен был и просим его вспомнить какую-то злюченную ситуацию и почувствовать а где в теле начинается импульс от злости ну и после этого уже репетируем сжатие расслабление ну допустим зажми кулачки разожми кулачки сдвинь бровки сделай бровки домиком вверх и так далее то есть ребенок начинает сам управлять своими мышцами а через мышцы тоже управлять своими эмоциями ну и гнев на сцене это тоже такая эмоционально образная терапия представляем ребенку предлагаем ребенку представить как бы его гнев выглядел на сцене кто это бы был во что одет и так далее эти все упражнения хорошо помогают ребенку ощутить свой гнев следующий цикл упражнений это снижение уровня личной тревожности потому что гневные дети гневливые дети они часто очень в душе очень сильно тревожные и есть категория детей которые проявляют гнев потому что им страшно то есть им страшно они не прячутся а у них такая вот подсознательная реакция гнева возникает поэтому очень хорошо работают упражнения на мышечную релаксацию то есть здесь мы и снимаем мышечное напряжение и делаем ребенка спокойным и это еще навык саморегуляции вот как коллега сказала что мы учим детей дыхательным упражнениями они могут сами с помощью остановить свой гнев в группе 25 детей одни в истерике очень сомневаюсь что эти методики подойдут а вы со всей группой делаете то есть занятие какое-то про гнев даже на него здесь и можно делать и вот и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, что среагировали и написали в чат. Мы сейчас немножко подождем, не расходимся. Мария Александровна попробует перезайти к нам заново. Надеюсь, что все удачно сложится и получится. Поэтому пока не переживайте, не волнуйтесь, все будет нормально. Да, на самом интересном месте, но так всегда и бывает с интернетом, да, Елена Ткаченко. Да, самое главное, не волнуйтесь. Пока плохо, пока ждем, пока ждем Марии Александровны, как только она попробует к нам перезайти, подключиться. Да, все будет нормально. Вот она написала, что сейчас попробует перезайти, перезагрузиться. По поводу, да, было вопросов про сертификаты. Мы заземляемся, да, заземляемся, пока используем те средства, о которых Мария Александровна рассказывала. Коллеги, вопросы, если будут и сейчас появляются к Марии Александровне, чтобы они у нас не потерялись в чате, вы можете пользоваться вкладочкой «Вопросы» и написать их туда, потому что, если даже Мария Александровна не успеет на все ответить, эти вопросы будут у нее, можно будет потом с ней связаться, написать, да, и, может быть, как-то другим способом она попробует на них ответить. Ну и чтобы они в общем чате не терялись, то, пожалуйста, вот туда можно будет написать. Значит, время идет, да, но Елизавета здесь, Елизавета Чурина, уважаемые коллеги, здесь уже трудно что-либо сделать, если происходит вот такой сбой, сбой интернета. Это уже техническая вещь, которая, к сожалению, от нас не всегда зависит. Вот, поэтому ждем, ждем возвращения Марии Александровны. Было несколько вопросов по поводу сертификатов. Вот, все, коллеги, ссылку на сертификаты я вам в конце нашей встречи размещу. Да, потом можно посмотреть, будет в записи. Запись, ссылка тоже, я еще раз ее вам повторю, поэтому не волнуйтесь. И вот Мария Александровна к нам уже вернулась. Рада вас видеть. Прошу прощения, да, интернет. Там было несколько вопросов в чате и во вкладке «Вопросы». Так, я сейчас посмотрю. Как быть с активным проявлением агрессии во время предметного урока? Увидела вот этот вопрос. Вот, как быть, ну, если честно, я считаю, ну, это мое личное мнение. Честно, я считаю, что здесь остановить урок и разбираться с агрессией, потому что в данный момент это важнее. Вот, порисовать гнев, порисованию гнева мы с вами тоже сейчас посмотрим. Итак, мы остановились на релаксации. И вот несколько упражнений для релаксации. Снежная баба упражнение. Мы говорим, представьте, что зима, чтобы все снеговики, встают снеговики вокруг педагога, а теперь, говорим, пришла весна, и снежная баба растаяла. И вот здесь мы учим детей, как можно расслабиться постепенно и прямо стечь на пол, и растекое лужице, и растечься по ковру. Они это очень любят. Апельсин. Говорим, мы теперь соковыжималки у нас в руках по апельсину, и нужно выжать сок. Выжали, сжали кулачки, расслабили кулачки. Сдвинь камень. Точно так же с ножками. То есть, представляем, что очень тяжелый камень, и мы его двигаем ногами, двигаем, напрягаем ножку, отпускаем, расслабляем. Любимая всеми черепаха. Черепаха расслабляется на морском песочке, появляется крокодил. Черепаха прячет руки, ноги под спинку, сворачивается в позу эмбриона. Крокодил уходит, черепаха снова расслабляется. Все дети обожают, особенно гиперактивные и нервные. Ну и расслабление в позе морской звезды тоже очень важно. Не получится так, что завтра весь класс будет агрессировать, чтобы не было урока. Тогда, смотрите, вопрос задам вам, а почему они так хотят, чтобы урока не было? Наверное, такой вопрос будет. Дальше, следующий этап – это тренировка навыков ведения диалога. То есть, еще раз, мы гнев увидели, мы порелаксировали, гнев сняли, и теперь уже мы детей в спокойном состоянии учим вести диалог. Это тоже разные игры, например, связанные одной нитью. Это телесное упражнение на взаимодействие, когда к пальчикам, к указательным двух детей привязываем ниточку и их отправляем в путешествие. Один ребенок идет, ведет за собой, а второй идет за ним. Задача не порвать ниточку. Пилот и диспетчер. Когда один ребенок вслепую проходит какой-нибудь лабиринт, ну, просто поставить стулья и пройти между стульев, например, не задев их, а второй ребенок управляет, им говорит направо, налево, вперед, назад и так далее. И чудесное упражнение на доверие, слепой и поводырь. Также в парах один ребенок закрывает глазки, а второй его ведет, потом они меняются местами. Замечательная игра «Крокодил». Тоже на диалог такой несловесный. И любые ролевые игры с элементами переговоров. Их огромное количество, таких ролевых игр, их можно найти, поэтому в играх все это очень здорово получается. Игра «Трио» тоже, она подвижная, и очень хорошо как раз в этой подвижной игре дети учатся договариваться в каких-то таких суровых условиях. Мы берем трех детей, и они ножки, которые у них посередине, ставят в коробке. Им нужно скоординировать свои шаги так, чтобы ушагать втроем в один шаг. И после этого детям, ну вот это мы говорим, начиная с 5-6 лет, называем правила конструктивного диалога. Например, «Я высказывание», то есть говорим только от себя, «Я разозлилась, а не ты меня разозлил», «Я сегодня злая, а не вы нехорошие» и так далее. Говорить о том, что хочется, и выслушать оппонента, то есть прямо задаем какие-то условия, что ты сейчас говоришь минутку или две, и потом мы слушаем детей. Для школ это тем более подойдет, то есть если эти правила понимают 5-6 летки, то в школах тоже можно такие занятия проводить. избегаем слов «всегда» и «никогда», говорим о конкретной ситуации, а не о человеке, и ребятам показываем, что в любой ситуации есть несколько решений разных проблем. Еще одно, что важно сделать для гневливых детей, это помочь им сформировать здоровую самооценку, потому что у детей, которые склонны к гневу, чаще всего самооценка занижена, и они ее таким образом маскируют. Обратите на это внимание, потому что ребенок с нормальной самооценкой вряд ли будет размахивать кулаками. И когда презентацию получите, вы посмотрите на эти упражнения. «Мне в тебе нравится» упражнение на группу, здесь оно подробно расписано. «Игра хвасталки» трудно дается, но когда зайдет, дети чувствуют себя очень-очень довольными. Можно сказать так, а зато я, и по кругу каждый ребенок что-то говорит, а зато у меня две кошки, а зато я хожу на гимнастику, а зато я умею отжаться пять раз, а зато я чего-нибудь еще. И каждый следующий ребенок должен сказать, я очень рад за тебя. И вот эта вот эстафета добра, она очень хорошо заходит, даже на самых дрочливых группах. У меня есть группы, где более 60% состава вот такие вот дети с несдерживаемой яростной реакцией вообще на любое слово. Но то, что это можно сделать, я уже знаю на своем опыте. Вот такие вот хвасталки. То есть здесь мы всем детям показываем, что они любимы, что мы их любим, что все замечательно. Еще одна игра – копилка хороших поступков. Это можно делать в конце недели или в конце дня. Можно в конце какого-то занятия. Мы обычно раздаем малышам клубнички и лимончики. Клубнички за хорошие дела, лимончики за то, что не очень хорошо было, но лимончики мы экономим, мы клубнички раздаем ведрами. Вот. Точно так же можно и со взрослыми детьми проговаривать то, что понравилось. И вот такое спокойное обсуждение даже один раз в неделю, кто как себя вел, кто сделал хорошие поступки, оно очень сильно поправляет положение в группе, в классе, ну вот хоть где. Я знаю еще такой опыт. Опыт – это американских коллег. Они для агрессивных детей вводят дневничок поведения. То есть он приходит на занятия с этим дневничком и если он хорошо себя вел, ему там ставят пятерку. То есть он каждому педагогу подает этот дневничок и свои пятерки получает. Тоже очень хорошо помогает держать себя в руках. И еще я хочу рассказать про возможности арт-терапевтических занятий, потому что это, уважаемые коллеги, волшебная абсолютно работа. Мне тоже очень нравится. То есть в таких сложных, тяжелых группах, где много агрессивных детей, иногда вот все словесные упражнения, они бессильны. И честно говорю, что бывали ситуации, когда занятия превращались вот просто в «Звездные войны», что происходило, ну просто страшное. Но когда мы детям давали краски, бумагу, пластилин, у нас вот снялось такое спокойствие. Мы педагоги пили водичку, отдыхали, а дети старательно делали вот такую вот работу. Что мы можем сделать для дневнивых людей? В процессах снятия избыточного напряжения, чтобы не рвать бумагу, пинать подушки и что-то другое, можно вот это напряжение слить на свое произведение искусства. И здесь мы выбираем материалы, которые оказывают сопротивление. Например, плотный пластилин или пластику, которую, ну чтобы размять, там очень много труда надо. Глина очень хорошо подходит. Плотный картон из графических материалов. Берем восковые мелки, ими там достаточно сложно прокрасить, да. Берем цветные карандаши, например. И даем ребенку наработаться досыта. Ну вот, например, вот такая вот штука. Они тоже ее очень сильно любят. Маска гнева. Даем листок бумаги или картона, даем какой-то материал, можно дать мелки, можно дать пластилин. И пластилином в изюкательном бумаге все очень сильно любят. Соленое тесто, да, оно уже мягкое по фактуре. Вот глина, она потяжелее. Тут нужно, чтобы материал тяжело поддавался, чтобы вся энергия слилась с материалом. С пятого по одиннадцатый класс. Вот, Мария, вот эти методы, они на самом деле универсальны. То есть, если вы предложите взрослым детям, они тоже вот все эти методы зайдут. Им еще понятнее будет и про релаксацию, и про отреагирование гнева через сенсорные каналы, и по маскам гнева. Ну, универсально, попробуйте обязательно. Вот, такая вот маска гнева. Причем у меня дети рисовали в двух вариантах. Одни говорили, это будет мой защитник, и я его повешаю на стену, ну, как африканскую маску защищающую. Вот, он меня будет охранять. А вторые дети говорили, эта маска будет вместо меня злиться. Здесь уже есть понимание о том, от чего ребенок гневается. То есть, он гневается от страха или он гневается, потому что не может сдержать себя. Вот, такими материалами можно пользоваться разнообразными. Дальше. На моменте, когда мы учим распознавать эмоции, правополушарные, да, Наталья, с правополушарным просто сидят часами, могут сидеть там час, больше часа и рисовать. На моменте, когда мы учим распознавать эмоции, мы даем максимум цвета. То есть, у нас цвет – это, ну, вот, такой маркер, что ли, эмоций. И ребенку иногда сложно рассказать про свою эмоцию, какая у него злость, да, что это такое злость или ярость. Как ты себя чувствуешь, каким цветом? Он говорит «красный». Почему «красный»? Ну, «красный» как, там, тряпка у быка или как еще что-то, как кровь может сказать ребенок. Вот, и потом мы уже переводим это в какие-то слова. И здесь уже мы, когда учим осознавание эмоций, мы даем материалы и техники, которые не требуют сопротивления. Это фломастеры, это гуашка, акварель, еще что-то. Даем большое, много-много-много материала, много листов бумаги и по возможности не ограничиваем во времени, даем высказаться вот в таком вот виде. После того, как работа закончена, можно спросить, что нужно дорисовать, чтобы тебе стало хорошо. И ребенок что-то дорисовывает, новые детали, и настроения у него улучшаются. Ну и на отработку навыков конструктивного поведения мы даем материалы с возможностью преобразования. Это прежде всего скульптурные материалы, пластилин, песок, глина, то есть то, что можно, допустим, сначала нарисовать гнев, а потом его тут же превратить в что-то другое. Или, допустим, рисование песком. Нарисовали картину, и тут же ее превратили в что-то доброе. Вот такие вот материалы. Ну и не забываем, что когда мы работаем с гневом в игре, либо в арт-терапии, то мы следим за тем, чтобы было ребенку безопасно, чтобы мы его не оценивали хорошо или плохо. Если мы работаем в какой-то сказке с персонажем, то мы даем возможность поиграть несколько вариантов. Ну и вообще тут уже не порицаем ребенка, даем время на эксперименты. И да, коллеги, те, кто сказал, что гнев вырастает в родительской семье, вы абсолютно правы. И есть модели воспитания, которые у ребенка провоцируют агрессию. И это уже, наверное, материал для какой-то взаимосвязи, для контактов с родителями. Что может провоцировать агрессию? Это противоречивые требования к ребенку со стороны родителей. И особенно, когда в семье внутри есть невысказанное напряжение. Ну, допустим, классический вариант постсоветского пространства это папа против бабушки или мама против бабушки. Или братья против братьев, если между ними там тоже есть какие-то невысказанные вещи. Вот. Тогда ребенок воспринимает вообще все внешнее окружение как оппозицию. Он привык к тому, что вокруг него идет борьба, он в эту борьбу и вступает. Часто гнев ребенка провоцирует взрослые, которые не могут сдержать и контейнировать свои эмоции. То есть много вариантов я видела в наблюдениях, в супервизии, в своей работе, когда такая связка «мама-истеричка». Прошу прощения за ненаучное слово, но вы меня поняли. И гневливый ребенок – это вообще тоже классика жанра. Ну и использование наказаний и очень жесткое воспитание – тоже классика жанра. То есть если дома держат в ежовых рукавицах, он приходит в детский сад или в школу, тут вырывается на свободу и понеслось. Вот, то есть негативные стили общения с ребенком – это приказы, обвинения, угрозы, ты сообщения, ты неправильно сделал, ты разбил мое сердце, ты плохо со мной разговариваешь и так далее. Это оскорбление детей, это огромное количество насилия, которое, к большому сожалению, есть в наших семьях, это игнорирование чувств ребенка, ну то есть все, что вызывает в ребенке желание вообще побороться. И вот правила для родителей, которые вы можете использовать, это обучение родителей я-высказыванию и разговор с ребенком с позиции я-высказывания. Кстати, педагогам тоже можно использовать. Это делается по определенной схеме. Первое, мы говорим, что сделал ребенок. Второе, какие чувства мы испытали. И третье, это конкретное пожелание. Ну, например, семейная ситуация. Сын, у тебя очень громкая музыка. Очень громкая. И я испытываю головную боль, мне неприятно, я уже начинаю чувствовать раздражение. А раздражаться на тебя я не хочу. Давай пойдем купим наушники. Ну вот, как вариант решения такой проблемы. Дальше, это развитие навыков активного слушания. То есть, когда мы слушаем ребенка, не просто пропуская мимо ушей то, что он говорит, а реально слушая, думая, о чем он говорит, задавая наводящие вопросы, разделяя его эмоции, понимая его. И если вот так вот слушать ребенка, то он тоже будет меньше агрессировать. Ну, и это все, что я хотела сказать. Давайте я еще посмотрю вопросы. Так, что можно делать в школе? Вебинар для детского сада хотелось бы услышать материалы для школы. Ну, смотрите, то, что применимо в детском саду, в школе тоже работает. Честно, со школьниками, с подростками арт-терапия работает. Все техники работают хорошо. Я учту, Татьяна и Алена, учту, что аудитория и школьная тоже, честно говоря, была немножечко сориентирована, что аудитория детского сада, но все равно вот все эти техники пробуйте. И модель обращения с гневом, она будет и со школьниками, и даже со взрослыми людьми одна и та же встретить этот гнев, постараться утихомирить, научить слышать свой гнев, научить выражать словами свои эмоции и научить конструктивно договариваться. Вот это примерно модель, по которой можно работать с гневом, и, честно, она приносит хорошие результаты, но во многих случаях. Спасибо вам, что выслушали, спасибо огромное за ваши вопросы. Ну и я с вами прощаюсь, до новых встреч, уступаю место Татьяне Викторовне, и, наверное, она тоже скажет что-то очень ценное и важное для вас. Всего доброго и до новых встреч!